На сегодняшний день Подмосковье лидер среди субъектов России по строительству и вводу новых газовых сетей. За последние три года темпы газификации Московской области выросли в три с половиной раза. Работать на результат газовикам не привыкать. Заслуги сотрудников Мособлгаза отметили в Одинцовском волейбольном центре в их профессиональный праздник. Сегодня в этом зале более двух тысяч газовиков Подмосковья приехали, чтобы вместе отметить этот прекрасный праздник. Я хочу вам пожелать, дорогие друзья, дорогие коллеги, самого главного – безаварийной работы. Компания Мособлгаз эксплуатирует крупнейшее в России газовое хозяйство – более 52 тысяч километров подземных газопроводов и реализует региональную программу по развитию газификации в области до 2025 года. В этом году у нас по плану стоит ввод 78 объектов и более 87 будут газифицированы по программе. На сегодняшний день уже более 20 объектов сданы. И в ближайшие месяцы я уверен, что все остальные объекты будут сданы в срок и с должным качеством. В составе Мособлгаза насчитывается 11 филиалов, рассредоточенных по всей территории региона. На предприятиях работает около 8 тысяч сотрудников. Чтобы наградить лучших из них в Одинцово приехал губернатор. Отличительной особенностью Мособлгаза становится клиентоориентированность. И тогда, когда газовая служба Мособлгаза поворачивается лицом, когда вникает и находит способы, а не причины, совершенно другое настроение. В числе награжденных был и представитель нашего района, руководитель Одинцовского управления инженерных работ номер 701 Владимир Горовой. Основной упор компания Мособлгаз делает на газификацию малочисленных сельских населенных пунктов в удаленных муниципалитетах. Несмотря на близость к Москве, Одинцовский район также попал в эту программу. Одинцовский район у нас также есть в программе газификации. Вообще всего у нас по всей программе около 30 объектов из Одинцовского района. И в этом году 6 объектов мы отпускаем. Профессиональный праздник газовики отмечали вместе со своими семьями. Кроме грандиозного шоу с участием роботов и музыкального конкурса, волейбольном прошли спортивные семейные соревнования «Безопасный газ». Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.